наших вебинаров в помощь учителю модуля «Основы светской этики». И мы сегодня с вами будем говорить о уроках «Милосердие и закон жизни» и «Жить во благо себе и другим». Ну, вот несколько организационных моментов я вам напомню, то, что наши встречи с вами еженедельные, и они недолгие, а полчаса примерно мы обсуждаем заявленную тему. И второй момент, который мне хотелось бы вновь озвучить, то, что мы в данном случае с вами на этих встречах не занимаемся, допустим, составлением технологической карты уроков. Мы, может быть, даже говорим меньше о методических, собственно, приемах преподавания, а больше наше внимание сосредоточено на содержательных линиях. То есть, как мы раскрываем тему урока, какие идеи должны быть нами раскрыты, какие понятия мы вводим в обиход. Вот о чём мы с вами говорим. И эпиграфом к сегодняшней нашей встрече, а тема-то на самом деле связана одна с другой, мне хотелось бы взять слова известной шведской писательницы Астрид Лингренд. Вот она в своей приключенческой повести под названием «Братья и львиное сердце» говорит такую вещь, такие слова. Есть вещи, которые нужно делать, чтобы быть человеком, а не ошмётком грязи. Это художественная вещь. Но посыл здесь именно таков, что именно делает человек и человеком. И в прошлом, на прошлой нашей встрече с вами на вебинаре мы также об этом говорили, что есть собственно человечный. И сегодня мы уточняем это понятие. И поэтому в первую очередь речь наша идёт о милосердии, тем более, что это тема. нашего урока. Ну вот я напомню то, что мы с вами отталкиваемся и занимаемся по ОМК, по модуле основы известной этики, автором учебника, которым является Алла Ивановна Шемшурина. Собственно, по этой программе мы идём. Итак, милосердие. Для нас с вами ключевое понятие. И оно интересно с разных сторон. Интересно, ну это вот я немножко обыденным языком сейчас говорю, но оно действительно очень актуально. То есть оно представляет как теоретическую значимость, так и практическую. А теоретическую именно потому, что оказывается мы с вами сейчас в какой-то мере реанимируем эти смыслы и восстанавливаем значимость, наверное, вот именно этого понятия милосердия, потому что слишком уж много за ним есть. А почему мы реанимируем? А потому что в долгий период времени, очень долгий, начиная с начала 20-го столетия, то есть в послереволюционный период, это понятие милосердия трактовалось как отжившее. И подтверждением тому мы можем видеть в словарных статьях того времени. То есть вот словари, энциклопедии, они фиксируют те смыслы актуально на конкретный момент времени. То есть как понималось, как оно трактовалось. И так вот в большинстве словарных статей советского периода рядом с этим словом определением удавалось, потому что, в общем-то, в книжной традиции, оно фактическое, но вообще в художественном условии оно очень часто употреблялось. Но там есть такая пометка, книжное слово, то есть для книжной традиции фрактен. То есть уже в словаре активном современного человека, конечно, юношества, его уже не было. А сейчас мы живем в такой эпоху, что вроде бы вот эти смыслы, слава богу, возвращаются. И слова эти входят в активный словарь наш. И, наверное, это очень хорошо. Они уже не становятся только лишь принадлежностью, собственно, художественной литературы, допустим, религиозной литературы или философской литературы. Но нужно помнить, что вот это понятие настолько широкое, настолько емкое, что очень часто современный человек, конечно же, вот этого всего богатства, смысла не понимает. Вот у нас урок, посвященный этой проблеме. Итак, вот как мы можем раскрывать эти смыслы? Вот через синонимический, в том числе, ряд милосердия. Слово-то ведь исконно русское, однако, если мы происхождение его отследим, то мы увидим, что это калька с латинского слова, который даже практически такое же имеет звучание. Итак, милосердие. Мы видим, что слово сложное по своей структуре. Сердце и милость. Милостивое сердце. Так чаще всего трактуют содержание этого понятия. И здесь, конечно, для нас возникает необходимость говорить о вещах антропологического порядка сердца в человеке. А что это? Это вот тот самый физиологический орган? Или это что-то другое? Вот когда говорят, что сердце болит, не испытывая физической боли, но болит за кого-то. То есть через переживание, через эту боль. Вот что это такое? Так вот, к определению милосердия мы к вами подойдем постепенно. А сейчас вот мы поговорим о том, какие смыслы у самого слова есть. И это можно проследить и раскрыть даже через выстраивание синонимического ряда. Он на самом деле может быть очень большим. И с ребятами его мы можем составлять. Я вам предложила в данном случае два варианта. Смотрите, сердцобольность и милость. Вот эти слова как раз являются нижними словами. И в активном словаре молодежь тем более будет. Более того, мы проводили тут недавно эксперименты. Вот когда я готовилась к нашей с вами встрече, я озвучила подросткам, детям это слово и спросила, что оно означает. Они никогда его не слышали. Ну, конечно, там были попытки оттолкнуться от трактовки, собственно, корней, частей, в структуре самого слова, но, тем не менее, не работают они у нас сейчас. Хотя они очень глубокие. Я их подчеркнула, словаря Даля. И вот словарь Даля для нас с вами великолепный источник, потому что там мы сможем с вами встретить такие примеры, такую лексику, которая позволяет нам в полной мере раскрывать нравственные законы. То есть это большая помощь учителю, в том числе и по модулю основной скрытии. Итак, сердобойность, сердие, милостивое сердце. И синоним, сердобойность. Опять-таки, сердце болит. Но в данном случае, как физическое качество, даже человек, который постоянно болит сердце, это не о том. А здесь говорится, это нравственная характеристика. И речь идет о способности сопереживать горе другому. Ему, тому, кто испытывает горе больно, и у наше сердце, по-моему, болит. Это отзвук виды, допустим, в нашем сердце. Когда произошла трагедия, вот он, отзвук сердобойный. Милостивость – это способность миловать по-другому. А что значит миловать? У нас тоже это слово не особенно распространено. Современно это человек, хотя оно очень глубокое. Но, видите, оно входит в состав вот таких вот глубочайших понятий физических. Так вот, милуются, значит, хотя бы знакомая нам форма слова «помилование», да, «помилуй» – это и слова молитвы, да, прощенные к Богу. Это и в плоскости, где взаимодействуют люди, собственно, «помилование», да, «помилуйте». А «помилуйте» – это одна из устойчивых этикетных форм, которая в 19 веке была принята. Милостивый государь, так обращалась, да, авансируя доверие, располагая человека. Так вот, отмечаю как раз то, что должно быть присуще человеку. Вот это очень интересное объяснение. Вот, так вот, милого прощай, да, но давайте, вот, сейчас пока мы определились на милический ряд, уже здесь можно обо многом говорить. А вот Антониум, что является, здесь тоже одним словом, это не определить. Это и жестокость, равнодушие, жестокосердие, злонамеренность, враждебность, насилие. Это я вот тут словаря взяла, примеры. И вот тоже вот жестокость, слово, которое мы знаем, что это такое, через понятие нужно выходить на очень важные вот эти вещи, некая жесткость. А жестокость, на самом деле, исторически, вот это сокращенный вариант слова жестокосердия, слово жесткое, сердце жесткое, сердце жесткое, неспособное на… Вот это вот можно развернуть, а что значит вот эта вот жесткость сердца? Оно неспособное на сопереживание, на отзывок. Оно, вот когда вот эта вот жесткость присуща, то она ничем не пробиваема, ни слезами другого, ни просьбами о чем-либо. И вот обратите внимание, если жестокосердие является антонимом понятию мимосердия, там что-то получается широта сердечная, мягкость, мягкость и готовность вот воспринять, воспринять, принять другого. Другого. Вот. Ну, тоже современные подростки еще немножечко посмеялись и проявили такой пример. Если жестокосердие – это слово, от которого происходит жестокость, нам-то интересно, то следующая уже вариация очень распространена сейчас, это жесть. Но, заметьте, вот в современном звучании это уже потеряло практически этические оценки. Поэтому, когда вы будете говорить, конечно, там сразу вот эта вот тема всплывет, но нужно это вот иметь в виду. Итак, и равнодушие, и злонамеренность, и злорождественность, насилие. Это во многом можно говорить. Итак, давайте мы сейчас с вами подойдем к определению милосердия. Вот здесь вот я взяла из разных словарей и толковых словарей русского языка определение. И вот здесь мы выделим те нюансы, которые позволяют во всей полноте раскрыть вот эти смыслы. Так вот, общие я выбросила, купировала в данном случае, вот в многоточии вы видите, общие слова, которые повторялись бы, а мы посмотрим на особенные. И вот какие здесь у нас возникают определения. Итак, милосердие как, опять-таки, готовность, внутренняя готовность. Это тоже еще тема. А что значит, вот человек не готов провести милосердие, если страдает? А тогда возникает вопрос готовность. А готовность связана со способностью. Вообще-то вот мы можем, у нас есть нечто, которое бы позволяло так себя проявлять, проявлять милосердие в отношении к тем, кто нуждается в нем. Вот способность. Какая, какова природа человека? То есть вот, есть ли в нас изначально эта данность? Вот мы, конечно, большинство философов утверждают, что да, особенно в русской литической мысли, мы говорим, что да, нравственная природа, она и предполагает способность. Но способность, она может быть актуализирована, то есть развита, а может быть неразвита, может остаться как потенция, возможность, но не создалось условие для того, чтобы она раскрылась. Вот. И вот эта вот готовность, вот вообще вот в определениях каждое слово интересно, и оно важно. Так вот, готовность внутренняя, это вот уже, когда человек использует свою способность к состраданию, да, и он, здесь еще и подключается воля. Я готов, я вижу. Да, и вот смотрите, готовность и сострадание, то есть милосердие как сострадание, оказать помощь тому, кто в ней нуждается. А сострадание тоже слово очень интересное. Сло, да, приставка, указывающая на совместные действия. То есть вот страдает человек рядом со мной, и я выражаю к нему отношение, то есть что я понимаю его, я разделяю эту боль. И вот мы знаем, что слова, допустим, сострадание или сочувствие, которые звучат в такой момент, они являются неким даже бальзамом для другого. Ну, правильно, конечно, подобранное. Или мы сами знаем из жизни, что когда нам плохо, было когда-либо, мы очень хорошо запоминаем тех людей, которые привели к нам, собственно, вот это человеческое сострадание. Не случайно даже словосочетание человеческое сострадание является устойчивым выражением. Следующее определение. Милосердие как готовность простить кого-нибудь из сострадания человека-любия. Если вот на мотив усложняется сострадание человека-любия, любовь ближнему другому, другому человеку-любовью. И, знаете, тем прощением. Потому что милого, да, означает прощать. Это уже очень глубокая вещь, и она требует осмысления. Далее. Милосердие как сострадательная любовь. Я обратила внимание на то, что очень многие авторы, именно любовь понимают как очень близкое понятие к милосердию. И иногда говорится о том, что милосердие – это есть форма выражения любви. Где-то как символические понятия используются. То есть вот как проявляется любовь. А вот через вот это вот милостивое сердце и его действия. Ну и далее вот в этом определении, на которое мы с вами сейчас обратили внимание, конкретизируется. Как, в каких форматах уже мы вот это милостивое сердце можем применить. И вот здесь вот смотрите, еще используется устойчивое выражение. сердечное участие, заметьте, да, в жизни немощных и нуждающихся. Больных, раненых, престарелых и так далее. Разные категории здесь есть. Вот если бы мы выбросили с вами, устранили слово сердечное, просто участие в жизни немощных и нуждающихся. Это ведь тоже действие, да. А здесь вот конкретизация. Потому что человек искренне это делает. Он хочет помочь. Он как раз все переживает. Он сострадал тому, кто оказался в этой беде. И это еще более важно в человеческой жизни. И дальше я приведу к примеру, где будет это великолепно показано. Далее, это деятельное проявление. А деятельное проявление милосердия, проявление милосердия, это уже разного рода помощь, благотворительность. Вот то, как выражается в жизни милосердие. И вот еще. А далее, в четвертом определении, которое я вам предлагаю, милосердия понимается как сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому человеку. И здесь вот понятие отношения к другому, оно это очень широкое. То есть плоскостей, в которых мы можем, как правило, выражаем отношение свое, да, к тем, кто рядом с нами находится. Их очень много. И средств того, как мы выражаем отношения, тоже очень много. Это и слово, это действие, естественно, поскольку. Это и взгляд, это и молчание. Это тоже может быть вот этим самым заботливым, любовным отношениям и так далее. Вот. То есть вот для нашей с вами работы очень важно определять границы терминов. Но те понятия, с которыми мы с вами работаем, они очень сложны. Сложны в том плане, что они глубоки. И в литературе, допустим, справочных словарях, энциклопедиях, там фиксируются, видите, вот как я здесь показала, самые разные грани. Для того, чтобы нам с вами в полноте получить представление, соответственно, транслировать это знание детям, необходим, конечно, вот такой вот комплексный анализ. Его можно вместе со школьниками осуществлять. Но это очень много даёт. Вот работа со словом, да, вот, в способе такие, допустим, определения. И далее, далее. А далее я вам хочу предложить в данном случае фрагмент статьи из новой философской энциклопедии под редакцией профессора Стёпина, где раскрывается это понятие в исторической ретроспективе. И когда мы с вами отмечаем, как в той или иной традиции, какие смыслы выходили на первый момент, для нас тоже очень многое может стать понятным из-за того, что происходит даже вокруг нас сейчас. И вот смотрите, мы с вами, конечно же, говорим о европейской книжной культуре, которая имеет христианский характер. И вот в этой статье-то, на этом внимание акцентировано. Поэтому мы говорим и о пяти книжах. Это первые пять книг священных в иудаизме. Там слово, которое означало, да, это понятие милосердия. Хисет означает доброту или любящую доброту. Любящая доброта. Доброта сама по себе предполагает любовь, да, здесь вот такое вот углубление смысла. Но с понятием доброты не всё так просто. И мы с вами в следующих вебинарах тоже будем его касаться обязательно, потому что для нас оно важно. Далее, посмотрите, в греческой литературе эйдос обозначает чувство, чувство, которое возникает при виде незаслуженных страданий. Вот, причины, да, возникновения милосердия. У Аристотеля, хотя, вот сейчас скажу, что вот в этих источниках там может вообще не звучать это слово, оно более позднего происхождения. Мы сами говорили, что наша исконно, как мы считаем, русская, это калькс латинского, оно более поздно. Но тем не менее смыслы присутствовали, они другими именами были названы, но мы сейчас говорим о содержании, о теоретике, да, в области этики Аристотеля. Мы видим такое понимание, он сочувствия, жалость, сострадание понимал, как чувство противоположное гневу. Вот это еще один узел со словой, который мы можем с вами разбирать на уроке. А почему это противоположное гневу? А что такое тогда гнев? В каких формах он может выражаться таким последствием? В взаимоотношениях между людьми ведет. И, собственно, тут опять эту тему, я для вас, как вот, наверное, проходящую красной нитью намечаю, это человечность. Но об этом мы говорим, а кто такой человек, да, и в чем, собственно, это выражается. Далее, греческий, это уже христианская традиция, и для нас источник Нового Завета, в данном случае. Вот здесь уже милосердие, да, является одной из трех главных добродетелей, как они называются, логическими или богословскими, и передается через термин агапа. Агапа – любовь, в высшем звучании, в высшем понимании. Вот здесь вот в определении, в философском словаре мы читаем, в милосердии человек посвящает себя Богу, где он открывается добрую. Вот это вот особенность специфическая, собственно, христианская. И вот что еще для нас важно посмотреть. С христианской точки зрения милосердие – это есть долг человека. А если долг, это значит, так мы устроены, что нам нельзя это не проявлять в себе. Именно в нем человек призван осуществлять нравственный идеал, что указывает заповедь в себе. И примеры, вот самые яркие. С употреблением – понятие, с которым мы работаем. Итак, у нас фигура милосердия, и в нашей культуре, в русской, есть устойчивое выражение с употреблением этого слова. Сестра милосердия. Ну или брат милосердия, но все-таки сестри, что более было распространено. И так вот в России, в 2 половине 19-го, начале 20-го века, называли женщин, которые безвозмездно посвящают свою жизнь, себя, уходу за больными и ранениями. И один из сверчайших примеров – это Марфа Магинской обители милосердия, которая в 1909 году основывает Великой Княгине Елисавета Федоровна Романова. После гибели трагической своего супруга. Обители милосердия. Это еще одна тема, которая дает потрясающие примеры того самого пожертвования ради человека немощного. Вот, вот эта вот форма выражения милосердия. И еще один пример. Сегодня мы отмечаем с вами, вспоминаем о дне рождения Антона Павловича Чехова. Потому что сегодня 29 января и день его памяти. Так вот, Антон Павлович Чехов – человек удивительной судьбы и удивительный писатель, очень тонкий его. его произведения больше, чем на 100 языков переведены. Они популярны во всем мире. Чехова знают. В общем-то, это наше достояние, это гордость. И более того, вот нам, как людям, которые работают со словом, наверное, всегда необходимо поддерживать свою речь, свой язык на должном уровне. Я всегда вспоминаю слова Жванецкого. Ну, вы, конечно, как угодно можете к этому относиться, но вот у меня есть еще пандель, я с ним не согласна. Антоник сказал так, что для того, чтобы реанимировать свою речь, необходимо читать произведения Чехова. С точки зрения даже конструкций лексических, они очень интересны и действительно обогащают. Но если мы писательский его талант, который тоже просветительскую миссию, и туда и по сей день несет, мы можем вспомнить о том, что личность была многогранная, и память о себе он оставил следующую. Он был очень крупным и меценатом, и благотворителем. А именно, вот здесь вот я вам привожу эти примеры. Смотрите, для села Лопастня, вот это ныне город Чехов, названный в честь писателя, он строит дорогу, он школы строит, аж четыре, колокольню, пожарный сарай для крестьян и так далее. В Таганроге, а он родом происходил из этого города, он основывает общественную библиотеку, он жертвует туда более двух тысяч собственных книг, а потом он не оставляет свое начинание. 14 лет непрерывно пополнял в нее. А во время жизни в Мелихове, он же был врачом, он ежегодно принимал свыше тысячи больных крестьян, совершенно бесплатно, и снабжал каждого из них лекарствами. Когда он служил земским врачом, попал в момент распространения эпидемии холеры, он один без помощников обслуживал 25 деревень. Вот такие вот факты похранились. Ну и вот это вот знаменитое героическое путешествие на острове Сахали, отраженное в ее произведении, когда он в одиночку производит перепись населения этого острова. Вот такие действия, конечно же, человека должны быть вызваны определенными нравственными качествами. В данном случае это милосердие. И сохранились воспоминания, вот посмотрите о нем, какой он был врач. Антон Павлович производил работу... Не спеша. Вот это очень важно. У него не было торопливости, когда дело касалось человека, больного тем более. Но иногда его действие выражалось как бы неуверенно. Но все он делал с вниманием и видимой любовью к делу, особенно с любовью к тому больному, который проходил через его руки. Какой врач. Душевное состояние больного всегда привлекало особенное внимание Антона Павловича. И наряду с обычными медикаментами он придавал огромное значение воздействию на психику больного со стороны врача и окружающей среды. Вот оно, проявление именно милосердия. Есть еще очень интересное... Ой, не туда. А еще вот его слова, которые звучат так. Мусульманин для спасения души копает колодец. Хорошо, если бы каждый из нас составлял после себя школу, колодец или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность беседы. Вот он, Антон Павлович Чехов, имя которого мы сегодня с вами с удовольствием вспоминаем. А следующий наш урок, он тесно связан со всем тем, о чем мы сегодня с вами говорили. Это центральная тема-то, каким образом взаимодействие с другими людьми должно происходить. Исходя из чего, человек в обществе не один. В том плане, что пусть мы обособлены, пусть мы можем испытывать вот это чувство одиночества, но мы все равно сталкиваем, мы живем все вместе, мы существа социальные. И мы с друг другом, вот здесь интересный момент, мы соприкасаемся так или иначе. И характером вот этого соприкосновения должно быть такое понятие, как тактичность. Вот это очень глубокая вещь. Это не только внешние, внешние характеристики, а это еще и то понятие, которое невозможно раскрыть без опоры на очень важные нравственные категории. И вот так вот давайте посмотрим. Чувство такта. Такт, да, это... Вообще с французского переводится как прикосновение ощущения. Прикосновение. Так вот смотрите, вот если мы, например, ударили по столу сильно, это можно назвать прикосновением? Нет. Прикосновение – это нечто легкое, да, такое свободное и никому никакого беспокойства не оказывающее. Так вот через это слово мы понимаем, каким должен быть характер взаимодействие нашего с вами. Вот это вот прикосновение. И определение дается следующее. Тактичность как чувства меры, человеческие взаимоотношения, которые подсказывают человеку, что при данных обстоятельствах подходит, что не подходит, что можно сказать и не сделать в какой форме, чего не следует, говорите, не делать. Для того, чтобы не обидеть. С одной стороны, а с другой стороны, чтобы достоинство того человека, который рядом находится, максимально подчеркнуть. оказать ему должное внимание. И еще одно определение, оно уже очень емкое. Тактичность как моральная интуиция, нравственная интуиция воспитанного человека, который подсказывает человеку наиболее верную, тонкую, деликатную, то есть осторожную виду поведения по отношению к утверждению женщин. И здесь вот мне хочется к Верике Антону Кауччехову обратиться, вот как он говорил, хорошее воспитание заключается не в том, что ты не прольешь солнце на скате, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-то другой. А если есть у тебя возможность, то ты поможешь уйти из неприятного положения, так, чтобы человеку не заметил. Какая мощность у него постигла. Вот, дорогие друзья, мы с вами сегодня говорили о проявлениях милосердия, тактичности, которая в какой-то мере тоже связана с милосердием, потому что почему мы должны в чувство меры, чтобы не оскорбить, что вот это вот и есть тоже в какой-то мере проявление того самого милосердия, да, чуткости и сострадания. И очень хочется пожелать, чтобы ваши воспитанники, ваши ученики вот эти вот смыслы себя впитывали. Ну и, конечно же, знание обязательно выражается в практике. Спасибо большое за внимание. На сегодня мы с вами заканчиваем, да, вот вопросы. Спасибо вам за отзывы, за ваши реплики. До новых встреч. До следующего вторника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok